Началась вторая волна ракетных ударов по военной базе Аль-Асад, на которой расположены войска США. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ. По данным агентства, корпус стражей Исламской революции начал вторую волну ударов по авиабазе Аль-Асад в Ираке. Согласно информации иранского канала Пресс-ТВ, во время этих атак погибло более 80 американских военнослужащих. Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы корпусом стражей Исламской революции Ирана. По данным телеканала CNN, в направлении базы Аль-Асад было запущено не менее 10 ракет. Обстрелу подверглись еще несколько военных объектов Соединенных Штатов на территории Ирака. Официальный представитель Пентагона сообщил, что в ведомстве работают над первоначальной оценкой боевого ущерба. Иранский государственный телеканал сообщил, что корпус стражей Исламской революции поразил американскую базу Аль-Асад в Ираке десятками ракет. Корпус стражей предупредил США о еще более сокрушительных ответах в случае новой агрессии и заявил о возможных ударах в направлении любой ближневосточной страны, которая станет платформой для агрессии со стороны США, говорится в сообщении. Операция по атаке силами Ирана военных объектов США на территории Ирака носила название «Мученик Сулеймани», говорится в официальном заявлении Корпуса Стражей Исламской революции, распространенном Агентством ИСНА. Храбрые бойцы вооруженных сил Корпуса Стражей Исламской революции в ходе успешной операции, получившие название «Мученик Сулеймани», выпустили десятки ракет класса «Земля-Земля» и разрушили военно-воздушную базу террористических оккупационных сил США, известную как Айн-Асад, говорится в сообщении. Любые силы Соединенных Штатов, причастные к агрессии против Ирана, будут подвергаться военной атаке, добавили в Корпусе. «Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали. Он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по национальной безопасности», сообщила в Твиттере пресс-секретарь президента США Стефани Гришем. Ракеты, выпущенные иранской стороной, попали по той части авиабазы Аль-Асад в Ираке, где не было американских военнослужащих. Об этом сообщила CNN со ссылкой на источник в американской администрации. Телекомпания отмечает, что об этом свидетельствуют первые данные, полученные в ходе оценки ущерба, нанесенного этому объекту в результате ракетного удара. При этом источники CNN указывают, что в полной мере провести соответствующий осмотр авиабазы получится лишь с рассветом. Ранее президент США Дональд Трамп заявил в Твиттер о том, что на двух военных базах, подвергшихся ракетному удару со стороны Ирана, проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн-Аль-Асад, а также аэропорт Эрбиля. Офицер Вооруженных сил Ирака погиб в результате ракетных ударов Ирана по иракской авиабазе Айн-Аль-Асад. Где дислоцируются американские войска. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia. Еще пятеро военнослужащих получили ранения. Разведка США считает, что в распоряжении Ирана имеются более двух тысяч баллистических ракет, часть которых была применена при ударе в Ираке по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне. Источник изложил последние разведданные. Они свидетельствуют, что в распоряжении Ирана находятся свыше двух тысяч баллистических ракет. В свою очередь, агентство ФАРС сообщает, что атака на военные объекты США могла быть осуществлена ракетами ФАТЕХ-313. Отмечается, что упомянутые ракеты обладают радиусом действий 500 километров, поэтому могли быть использованы для этой операции. В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены положить конец войны с Ираном, а не начинать ее. Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец. Как и говорил многим своим коллегам во время бесед в последние несколько дней, мы хотим, чтобы произошла деоскалация ситуации и чтобы Тегеран начал переговоры с нами. Мы считаем, что в настоящее время это было бы лучше всего, сказал министр обороны. В ответ на вопрос, считает ли он целесообразным убийство иранского генерала Касама Сулеймани, Эспер отметил, что генерал был пойман с поличным. Дело в том, что Сулеймани был пойман с поличным в Багдаде. Один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные атаки на американских военных, дипломатов или объекты. Я думаю, мы приняли правильные меры, устранив этих игроков с поля боя, сказал министр.